Город освобождается от зимнего мусора. На улицах и во дворах стало чище. Теперь настал черед школ и детских садов. Здесь тоже есть над чем поработать. Хорошенько пройтись граблями и расчистить место под газоны, избавиться от ненужных и обветшавших построек. Все это планируют сделать к середине мая. Где-то школы очень активно взялись за решение этих вопросов. Где-то есть проблемы с восприятием или с правильным отношением к поставленной задаче. Но в целом могу сказать, что динамика положительная есть. Но все-таки коммунальщики успевают не везде. Дворы на Заречной, внутриквартальные территории на Ленина, двор на Перекрестке, Светлая Победы. Не успели за неделю, давайте убирать за один день. Завтра начинаем, еще раз говорю, начинаем с этой территории. Убрать весь мусор и восстановить здесь пешеходную дорожку. Такое задание получили коммунальщики. Работы хватает не только во дворах и переулках. В центре города, перед бывшим кинотеатром России, не только шпильки, ноги поломать можно. Реакция мэра – площадь спланировать, разбитые плиты заменить. До дня города. Работы, мне кажется, очень много, еще порядка 20% внутри города. Затем у нас еще совсем не приступали к паркам, к лесным массивам, места, где горожане отдыхают, но, к сожалению, оставляют с собой очень много мусора. Проводить генеральную уборку в доме принято к Пасхе. Вот и город, наш общий дом, уберем к этому дню. Все вместе. 27 апреля в Заречном пройдет общий субботник – День добровольного служения городу. Ксения Тризна, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».